Ассалам алейкум, дорогие телезрители, с вами программа «Семейный доктор». Тема нашей передачи очень грозная и распространенная заболевание сегодняшних реалий – язва желудка. В этом году 40 лет исполняется научно-исследовательскому институту кардиологии и внутренних болезней. И только в программе «Семейный доктор» вы узнаете много нового. Не переключайтесь, будьте с нами, будет интересно. Как твое самочувствие? Хорошо, сегодня получилось. Ну, я хочу тебе сказать, что у тебя положительная динамика по результатам. Язвы зарубцевались, я думаю, все будет отлично, и на завтра мы планируем выписку. Спасибо большое. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Серик, я с телеканала «Саларна». Очень приятно. Снимаем программу «Семейный доктор». Очень приятно. Мы на сегодняшний день выбрали очень такую актуальную тему – распространенное заболевание именно желудка, язва желудка. Скажите нам, пожалуйста, что вы себе представляете? Ну, вообще, когда мы говорим об язвенной болезни, мы подразумеваем язвенную болезнь желудка и 12-перстной кишки. Это начало как раз-таки уже кишечника, тонкий кишечник. Что вызывает язвы? Язвы вызывают стрессы, естественно, а мы живем в эпоху хронического стресса. Поэтому самое важное для людей вообще, не только для пациентов, а в целом, чтобы избежать, это избегать стресса. Многие боятся работы с психологами, этого не нужно бояться, нужно научиться управлять своими эмоциями. Это первое. Второе – это, естественно, Helicobacter pylori. Это такая бактерия, которая вызывает эрозии, язвы желудки и 12-перстной кишки, то есть с ней нужно бороться. Как ее выявлять и как с ней бороться, то есть нужно ходить на эндоскопическое исследование, то есть исследование желудка, 12-перстной. Дорогие телезрители, мы сейчас подошли к отделению эндоскопии интервенционной гастроэнтрологии. Сейчас мы пройдем, где нас ждет врач диагноз, и она объяснит, как проводится диагностика при язвах желудка. И вот он, кабинет. Ну, дорогие телезрители, мы сейчас в самом кабинете. Ну, я, наверное, впервые вижу такой аппарат, он действительно такой ультрамодный. Расскажите, пожалуйста, о преимуществах этого аппарата и вообще для чего он предназначен. На сегодняшний день для диагностики язвенной болезни самым информативным методом является гастроскопия, то есть диагностическое исследование желудка, позволяющая выявить язву, определить ее размеры, форму, локализацию, а также осуществить необходимые мероприятия, такие как остановка кровотечения, забор биопсионного материала для морфологического и цитологического исследования. Ну, эндоскопия на сегодняшний день относится к тем направлениям в медицине, которые постоянно требуют внедрения новых аппаратов, нового оборудования и инструментария. Наше отделение занимается диагностикой и лечением с использованием современных малоинвазивных технологий. Наше отделение является базой кафедры гастроэнтерологии и эндоскопии, не кардиологии внутренних болезней. Значит, вы сейчас произвели диагностику, да? После этого что вы делаете именно с деталями, с сантом, скажем так, как вы его стерилизуете? Наше отделение уделяет очень большое внимание именно направленное на инфекционную безопасность пациента. То есть, смотрите, сейчас мы, получается, в стерильном кабинете, да? Нет, это не то, что стерильный кабинет, это комната для первичной обработки и стерилизации эндоскопа. Далее, после того, как здесь произойдет первичная обработка аппарата, ассистент передает эндоскоп уже в чистую зону, где происходит окончательная стерилизация аппарата. Кстати, хотелось бы отметить, что в нашем институте впервые в Казахстане с 2014 года на базе нашего отделения проходят обучающие циклы для медицинских сестер, врачей-эпидемиологов и медсестер инфекционного контроля. Наряду с Helicobacter pylori какие еще причины возникновения язвы желудка существуют? Естественно, чрезмерное употребление кофе может вызывать, чрезмерное употребление кофе, кока-колы, естественно, неправильное питание, курение. Всем пациентам, которые страдают язвенной болезнью, мы, естественно, говорим о том, что нужно бросать курить. Возможный какой-то генетический фактор. А что человек вообще ощущает, у которого появилась язва? Какие жалобы, да, вы хотите сказать? Ну, прежде всего, это изжога, это тяжесть в эпигастрии, то есть в желудке, это может быть боль кинжальная, да, если это еще язва осложняется, и радиирующая, то есть которая проникает в боль в спине, то есть это тоже может быть. Когда язва осложняется кровотечением, называется милена по-научному, либо черный такой стул. То есть если у пациента появляются жалобы в эпигастрии, головокружение и черный стул, как уголь, то это признаки кровотечения. То есть это одно из осложнений. Осложнения могут быть пенетрация, пропадение, кровотечение и малигнизация. Очень опасно. Вот когда длительная незаживающая язва, мы пациентам говорим, чтобы раз в три месяца проходили как минимум гастроскопическое исследование, чтобы исключить малигнизацию, то есть озлокочувствление процесса. Если же говорить об стационаре, наш стационар рассчитан на 22 койки, 12 из них это гастроэнтерологические, 10 это эндокринологические. И в зависимости от нозологии у нас встречается еще одна гематологическая койка. Ну давайте теперь заакцентируем свое внимание на методах лечения. Какие методы лечения существуют на сегодняшний день? Методы лечения это унифицированная схема, то есть она во всем, она будет и в Америке, и в Японии, и в России, и в Казахстане одна и та же. Это эрадикационная схема, то есть как правило, если вызывает хеликобактер, то есть это бактерия, значит мы должны назначать антибиотики. Это есть 4 линии, первая линия это 2 антибиотика, амоксицелин и кларитромицин, то есть дозы будут тоже стандартные, плюс назначаются ингибиторы протонной помпы, которые защищают слизистую желудка, или 12-перстные подавляют выработку соляной кислоты. И при необходимости назначается четвертый компонент, это препарат Висмута Денол. Схема 10-14 дней, то есть пациент ее регулярно пьет, не нарушая схему, и потом уже приходит на контрольный осмотр. Добрый день, меня зовут Серик, буквально недавно вы стояли с врачом, разговаривали, вы получается пациент и уже выписываетесь. У нас буквально пару вопросов вам именно по части язвы желудка, потому что, скорее всего, здесь все с этим заболеванием поступают. Вообще, с чего все началось? У меня все началось с боли в области желудка, начали беспокоить рези, болевые ощущения появились, после чего я обратился к врачу, участковому по месту жительства, и мне назначили ряд обследований, в том числе инструментальных, в результате которых у меня выявился диагноз язвы желудка. После этого я был госпитализирован в больницу, не к кардиологии внутренней болезни, и здесь, соответственно, прошел определенный курс лечения. Это препараты медикаментозные, и сейчас чувствую себя хорошо. Причиной что послужило вообще появление такого вот грозного заболевания? В моем случае причиной заболевания послужило нарушение диеты, то есть употребление тех продуктов, которые вредны для организма, сладкие напитки, фастфуд, ну и прочие нарушения в диете, и стрессы на работе, соответственно, все это вылилось в такое заболевание. Ну, как сказали мне здесь врачи, вредные привычки, такие как употребление алкоголя, курение, также служат триггером для возникновения вот этого заболевания, провоцируют. Ну, вот что вы посоветуете нашим дорогим телезрителям? Ну, я бы посоветовал людям исключить свои вредные привычки, поменьше употреблять фастфуда, газированных напитков, соблюдать диету, вести правильный образ жизни, и поменьше нервничать, испытывать стрессов. Я думаю, это положительное скажется на здоровье всего населения. А на десерт, дорогие телезрители, мы оставили вам этапы развития научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней. В этом году коллектив отмечает 40-летие, и в преддверии этой знаменательной даты мы узнаем о достижениях и результатах проделанной работы института. В этом году радостное событие. 40 лет нашему институту НИИ кардиологии и внутренних болезней. Хотим достойно отметить этот праздник, готовимся. Наш институт изначально создан на 240 коек и назывался НИИ кардиологии в чистом виде. Сейчас мы являемся НИИ кардиологии и внутренних болезней. Раньше мы функционировали на 240 коек, при этом за год 5-6 тысяч больных пролечивали. Сейчас у нас всего 130 коек, но такое же количество больных мы пролечивали за год. Естественно, пришлось немало пережить трудности именно в начале строительства, потому что средств не хватало, и в 1984 году началось строительство. Вот это здание, которое сейчас мы сидим, это было построено на эти небольшие бюджетные деньги плюс средства коммунистического субботника. Мы, конечно, сами сотрудники института тоже активно участвовали в этих субботниках и в становлении этого корпуса нашего института. В то время мы открывали, благодаря усилиям нашего руководства, сотрудников института, мы налаживали службу кардиологическую, открывали кардиологические диспансеры в опластях, открывали кардиологические отделения, увеличивали койки, готовили кадры. То есть вот это вот все, значит, по прошествии времени наш институт стал головным институтом в научно-методической, организационно-методической работе по всей республике. Мы ежегодно проводим конгрессы с целью наиболее широкого освещения всех последних достижений в кардиологии, последних европейских и не только в европейских рекомендациях, для того, чтобы приблизить доказательную часть новой клинической исследовании в практическое здравоохранение. В этом году будет 9-й конгресс кардиологов Казахстана. Откуда на этот конгресс приезжают известные ученые с дальнего, ближнего зарубежья. Проводятся мастер-классы. У нас есть образовательный центр. Эти мастер-классы, значит, привлекают тем, что наши специалисты из областей учатся именно практическим навыкам. Наши кафедры, наш центр после диплома образования оснащены симуляционными центрами, где проводится обучение, значит, практическим навыкам. У нас открылся центр по кардиохирургии с операционным блоком. Мы в 2016 году 283 операции сделали на открытом сердце. За два года, конечно, это хорошее достижение. И с прошлого года у нас еще есть отделение трансплантологии по пересадке почек. Мы уже занимаемся пересадкой почек. В прошлом году в 2016 мы прооперировали 22 больных и пересадили 29 больным почки. Это тоже, я думаю, наше достижение. Мы не только занимаемся терапией и кардиологией, и перешли в кардиохирургию и пересадке органов. И планируем в будущем мы сделаем пересадку печени. В прошлом году посещено больше 300 организаций. В принципе, сейчас за этот год, первый год проведения программы, государственной программы «Динцилык», в принципе, были достигнуты определенные результаты, потому что на сегодняшний день с уровня 22% оснащенности необходимым стандартам оказания помощи инфаркт миокарда, уровень организации повысился в среднем в республике до 75%. Соответствует в настоящее время тем критериям, необходимым для того, чтобы качественно оказывать помощь больным с острым инфарктом миокарда. Это вот основное то, что делается в рамках острого инфаркта миокарда. Второе направление очень важное, которое тоже записано в госпрограмме «Динцилык», это программа управления заболеванием. Дорогие телезрители, вот и 15 минут программы «Семейный доктор» подошли к своему логическому завершению. Мы надеемся, что сегодняшняя передача была полезной для вас, и вы узнали много нового. До скорых встреч, берегите себя и будьте здоровы!